Всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Санкт-Петербурге, город Пушкин. Сегодня рядом со мной стоит наша выпускница. Она пришла к нам с нуля и в своем городе развила зефирную флористику так, что сейчас у нее есть заказы и это ее прибыльное хобби. Давайте сейчас передадим слово нашей выпускнице, ученице Марине, и она подробнее расскажет, как же она сделала такое красивое дело делом своей жизни. Ну, вообще я с нуля пришла, увидела мастер-класс Анны в интернете. Мне очень понравилось, я была удивлена, что вообще из зефира можно делать какие-то цветы. Я и раньше подумывала чем-то таким заниматься, но ни торты, ни капкейки меня не привлекали, потому что и себестоимость высокая, и трудозатрат очень много. Ну и как-то так не сложилось, так скажем. А когда я увидела зефирные цветы, это меня очень поразило. Естественно, с практической точки зрения я посмотрела, что себестоимость гораздо ниже, чем можно их продать. Преподнести красиво, это вау-эффект. И очень мало вообще кто знает, что из зефира можно делать цветы. Это меня очень привлекло, и я записалась на обучение. Обучение мне очень понравилось тем, что всё было очень добступно, непонятно, и делала я всё в свободное время. У меня трое же многодетная семья, трое детей. Вообще изначально у меня были амбиции что-то своё открыть, но я не знала, что. У меня был опыт и своего дела открывать, но всё это закончилось благополучно. Потом я 6 лет сидела в декрете по воле судьбы. У меня, я обычно это не афиширую, но в общем, младшая дочка всегда сидит дома. И я, собственно говоря, с ней. Но, естественно, хочется всё равно. Муж, конечно, обеспечивает, но у меня свои какие-то желания были чем-то заняться своим и помогать семье. А в творчестве себя проявить, это вообще для меня было удивительно, что я могу себя проявить творчески. Вот, а зефир как-то мне всё очень понравилось, и всё пошло-пошло. Начиная, зарегистрировала я группу ВКонтакте, вот 1 января. А вчера отмечала тысячу подписчиков. А я была вчера. Хорошо, сегодня Марина к нам пришла уже со своей работой. Это зефирная композиция. Здесь сколько вкусов? Это филарная, да? Вообще я делаю в таких композициях два вкуса, но когда много заказов, то, конечно, ассортирует. Там и три вкуса, и четыре. Обычно два вкуса. Такую коробочку, там двойной слой зефира, я продаю за 2500 рублей. Заказчикам очень нравятся вообще пионы. Ну, им и розы нравятся, но пионы вообще их очень впечатляют. Анна научила их делать, как красиво. Ну, что касается дохода, я сначала думала, что это будет просто хобби, но это, по-моему, переросло, собственно, в хороший доход и хорошая прибавка к семейному бюджету. Ну, естественно, 8 марта прошло. Очень ударно. Окупила курс, окупила дорогой телефон, потому что самое главное – это фотографии, чтобы в соцсетях выставлять. И когда купила дорогой телефон, мне была задача окупить его. Вот, окупилась же сразу на 8 марта, но сейчас я думала, что 8 марта пройдет и пойдет спад, но у меня прибыль за апрель была еще выше, чем за март. Вот, сейчас идет май, и май тоже уже перебил половину апреля. Ну, в общем, я очень довольна. Не знаю, как вот, нужно, наверное, как-то замотивировать, да? Да, вот кто боится и не верит в себя, получится один. А нужно пробовать. У меня тоже не сразу все получалось. И розы были как некрасивые, как капуста. Но потом со временем как-то нарабатывается, нарабатывается рука, укрепляется, так скажем. Пионы тоже какая-то сначала была размазня. А потом все лучше и лучше и красиво получается. А потом метод проб. Там сначала такую коробочку соберешь, такую. Если самой нравится, то это и людям нравится. И когда видишь уже обратную реакцию, и когда выдаешь эти заказы, муж когда мой выдает, он такой счастливый. Говорит, такие люди счастливые с радостными лицами принимают. Это тоже воодушевляет. И, ну, конечно, поддержка семьи, когда очень важна. Когда у тебя что-то не получается, они там поддерживают. Это тоже очень важно. Вот. И у меня все меня поддержали в этом. Хорошо. Хорошо. Как вообще именно с приходом заказчиков, то есть они приходят и рекомендуют, либо это постоянно какая-то реклама, либо нет, именно сарфана радио? Рекомендуют. Повторных заказов достаточно много, но я вкладываю деньги в рекламу. Не жалею на это деньги. В контакте? Да, в контакте, потому что я чувствую, если я перестаю рекламировать, то это нет прибавления новых клиентов. А это, ну, постоянный такой процесс. Просто я забила долю своего дохода на рекламу, и все. И поэтому группа растет. И заказчики, они потом, когда уже сами попробуют, у них уже нет вариантов. Всем нравится, всем нравится рецепт. Делайте на нашем рецепте. Я пробовала и другие рецепты, там, на соки, там, еще как... Нет, только этот рецепт, он у нас очень вкусный, и многие заказчики очень довольны. Именно ягодки, кусочки попадают, и то, что из него еще цветы можно сделать. И они приходят повторно. Много очень повторных продуктов. Да, это то, что мы хотели услышать, что зефир из натуральных ягод и фруктов, это действительно то, что и нужно. Не тратите время, да, зефир на соки, да, это здорово, это быстро, но не так вкусно, как все-таки, когда есть ягодки и фрукты. Сейчас очень многие за натуральность, и встретить, чтобы именно из яблочного пюре, из ягод, это эксклюзив, могу сказать. Нигде такого не купить. Хорошо, спасибо, Марина. Может быть, вы хотели бы обратиться, не знаю, что-то пожелать. Я хотела пожелать Академии развития, процветания, чтобы было как можно больше учеников. Вы достойны этого. Это настоящая новая профессия. Даже если кто-то там сомневается в каких-то других областях, можно прийти научиться. У меня самой высшее образование там. И красный диплом, и золотая медаль. А вот я занимаюсь зефиром, и получаю от этого удовольствие и доход. И не бояться идти вперед. И Анина школа, она просто супер. Спасибо большое. Если вас заинтересовала зефирная флористика, то жду вас у нас в Академии. Верьте в себя. У вас обязательно все получится. Спасибо.